Наличие этого гриба настолько изменило Обтекание, что поменялись нагрузки Потом оказалось, что в воздухе, при работе шмеля в боевом режиме Он не может как самолет летать с вирожами Иначе все эти пять воткнутся в землю, а пять будут в космос И он ничего не будет видеть Значит, надо разворачиваться блинчиком Но так как самолет стреловидный И если ты разворачиваешься, сам ложится в крен То теперь с этим креном его выборачивают То есть нагрузки на сворачивание поменялись Первый полет это превратилось в цирк Потому что летчики не привыкли к такому И надо было отработать технику пилотирования Потом уже в САУ ввели режим Сражались, ну пока сражались с этим Натикались на неустойчивость по курсу Любая дача педали И он начал гулять Ну он же любое гуляние по курсу при скорости Со стреловидным крилом приводит еще и к взрыванию То есть самолет начал выписывать Такие вот, все это доводилось Что касается шмеля Никто не знал, что мерить Как мерить Чтобы оценить в комплексе работу Посему проводили массу натурных испытаний Что такое натурные испытания Вот самолет одновременно может сопровождать 100 самолетов Вот 100 самолетов и поднимали Садились в Ахтубинск полки В Ахтубинск рядом с Ахтубинском Притом разные цели, перехватчики Начиная с Су-15ТМ Это легкий перехватчик У него правда с оружием плабовато Это тот, который на Дальнем Востоке сбивал Боинг МИГ-29, они еще заканчивали испытаний Их мало было Су-27, все, что только поступило Все кидали сюда Организаторская работа Привзошла в несколько раз испытательную Дальше в процессе проведения госиспытаний Начали работать реально с войсками Проводили научно-исследовательские работы Одна резонанс, вторая я не помню Одна налет с юга Вот как разработали Как натовские Вот как американцы действовали по Ираку Вот примерно такая схема Работы авиации нападающей И отрабатывали защитные Потом такую же аналогичную проводили На севере, на фоне Торосов Ледовитого океана Работать в горах Там намного сложнее Сам самолет Должен летать с огибанием местности Это отработано там на других Иначе если он вылезет вверх Танчикам мешают горы Это естественные преграды И все это повырезать Идеальный Такого типа самолет От которого стоит воздух Чем больше скорость Тем хуже Вырезается Посему Нужен на меняльных скоростях Но которые бы обеспечили Посему Дальше пошли Создавали Это на этой базе Феодосийской Проводили Испытание Тоже АК Аэроден вертолетного ОК Так называемый Снизу под вертолетом Антенна крутится Потом уже начали Создавать это вроде бы Как Очень мощный Стратегический Его применение Очень сложно Значит Применяли Как базовый Аэродром Который обладает Всеми лабораториями Для обслуживания Всех систем Его готовили Дальше он Садился на аэродром Подскока Ближе к фронту Поработал И Дерут туда Кстати Самый совершенный И не АВАК А английский НИМРАД У которого Антенна Спереди И сзади Вот Пока сканирует Передняя антенна Задняя Бегом перешла В тот угол Где-то Заканчивая сканина Так вот На фоне моря НИМРАД Видит цели Движутся Со скоростью 30 км А вот Только 150 Ну и У нас Где-то там В районе 200 Дальше Просто над поверхностью У нас Хуже было Из-за того Что Антенны Такие Кварцы Такие СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА